5 миллионов тенге на бизнес. Работающие молодежь и предприниматели в возрасте от 21 до 35 лет могут получить микрокредит на срок до 5 лет. Новая система орошения. В Бахаше запущены новые оросительные системы для полива зелени. Номинальная процентная ставка составляет 2,5% годовых. В настоящее время этот кредит получили 8 балхажцев. Жители направили кредит на бизнес-проекты, такие как открытие кофейни, покупка грузовика, расширение парикмахерской, кондитерской. В качестве залога по малому кредиту принимаются движимые и недвижимые имущества. Одним залоговым обеспечением могут воспользоваться два претендента. За дополнительной информацией обращайтесь в карьерный центр города Балхаш, улица Ольханова, дом 5-й, 13-й кабинет, телефон доверия 6-50-70. С начала года в Балхаше зарегистрировано 65 случаев мошенничества. Количество горожан, ставших жертвой мошенников, с каждым днем увеличивается. С начала года, несмотря на работу и призывы отделения полиции бороться с мошенничеством, горожане по-прежнему становятся жертвами тех, кто зарабатывает деньги незаконным путем. В связи с этим правоохранительные органы в настоящее время проводят экстренные профилактические мероприятия. В связи с регистрацией случаев мошенничества на территории города Балхаш с начала года в период с 18 по 20 июля по приказу начальника ГУВД в плановом порядке проводим экстренные профилактические мероприятия, направленные на усиление способов предупреждения и борьбы с мошенничеством. В связи с этим доводим до сведения жителей и гостей города о выявленных к настоящему времени фактах интернет-мошенничества и методах борьбы с ними. Как выяснилось, в 32 случаях жители были обмануты и потеряли деньги, поверив ложной рекламе в приложениях OLX, Колеса, Инстаграм. В 15 случаях мошенники назывались представителями банка и обманы путем получали деньги. В 6 случаях оформляли кредит онлайн и еще в 6 случаях мошенники назвались представителями официальных органов. Также 6 человек пострадали после вовлечения в финансовые пирамиды. Особенно женщины легко попадают в ловушку преступников, освоивших различные виды мошенничества. Об этом свидетельствует тот факт, что среди обманутых 40 женщин и 25 мужчин. Также теряют деньги пенсионеры и служащие старше 50 лет. Максимальная сумма убытка на человека составила 30 миллионов тенге. Пожалуйста, будьте осторожны при покупке товаров. Это связано с тем, что через эти приложения мошенники загружают поддельные страницы и обманывают людей. А более продвинутая форма мошенничества вам звонят и запрашивают немедленную загрузку таких приложений, как TeamWeaver, AnyDesk, Rusdesk. Мы рекомендуем вам не загружать эти приложения. Так у мошенников появится возможность получить вашу личную информацию, личный счет и средства. Запущены новые оросительные системы для полива зелени в Балхаше. Долгое время полив через орыковую сеть не давал результатов. Вода из труб растекалась по улице, тратилась впустую, а год назад посаженные деревья погибали. Увидев результаты, специалисты теперь будут полагаться на новые методы орошения. В настоящее время работы начаты на площади Жастар, сзади дворца Металлургов. На этом участке устанавливается система капельного орошения. На площади 2000 квадратных метров, рассчитанной на 1000 саженцев, полив осуществляется пока только для 400 саженцев. Сегодня мы заканчиваем систему капельного орошения на площади Жастар. Проложено 800 метров труб. На них размещено 400 капельных систем орошения, так называемых пипеток. Капельный полив осуществляется путем направления воды по тонким трубам с небольшой скоростью непосредственно к растениям. Можно сказать, что это один из способов предотвращения нехватки воды. Его отличие и эффективность от обычного полива заключается в том, что вода орошает не всю почву, а непосредственно только около растения, поэтому влага не теряется. Также другие вредные сорняки не мешают деревьям расти высокими и крепкими. В городе Балхаш сейчас строится система капельного орошения. Устройство капает 12 литров воды в час. Каждое растение получает за 5 часов 60 литров воды. При капельном орошении кран всегда открыт, и когда вода придет, она будет литься автоматически. Такие работы были проведены и на аллее Астана. Однако здесь применяется другая система орошения – веерная. Она подходит для полива небольших участков клумб и газонов. В августе будет посажено 7 тысяч квадратных метров газона. Еще хотел сказать про второй веерный метод полива. Он установлен на аллее Астаны. На сегодня вся система водоснабжения проведена. Во время осенней посадки деревьев все будет подключено. Сегодня на аллее Астаны проложены 1300 метров труб диаметром 50 мм и 2900 метров диаметром 20 мм. Установлено 700 веерных оросительных устройств. Преимущество веерного орошения заключается в том, что полив будет вестись на каждый газон и саженец. Система веерного орошения будет установлена и в Центральном парке города. На территории в 5000 квадратных метров будет высажен газон и саженцы. Глубокой осенью подача воды будет остановлена и все трубы будут опорожнены. Обо всех этих работах говорилось в июне. С тех пор мы ждали материалы. Пока смонтировали, прошло столько времени. Сегодня молодые деревья на участках, где установлена новая система полива, зеленеют. Какова будет эффективность новых систем водоснабжения в будущем? Мы думаем, что болхашцы со временем это увидят. Глядя на эту группу людей, язык не поворачивается сказать, что это люди с ограниченными возможностями. Потому что именно они собирают мусор, оставшийся от отдыхающих. Безответственное отношение некоторых людей к правилам утилизации мусора дает тот печальный результат, который можно наблюдать, прогуливаясь по берегу озера. Некоторые не замечают степень загрязнения окружающей среды. Другие ругаются, что не убирают, оправдывая это тем, что сами не ссорят. Но есть среди граждан и те, которые, несмотря на состояние здоровья, проявляют бережное отношение к своему городу, с мешками в руках принимаются за уборку берега. Сегодняшнее мероприятие является частью акции «Чистый город начинается с нас». Основная цель этой акции – формирование поведения детей в обществе, формирование их экологической культуры, а также участие в субботниках, проводимых в городе. Это не первое наше мероприятие. В этом месяце мы провели эстафету, отмечали праздник Нептун на берегу озера. В рамках этого праздника спросили детей, кто больше соберет мусора. Хотя купание здесь запрещено, количество отдыхающих не уменьшается. Соответственно, собираются много мусора. С берега озера напротив медицинского колледжа было собрано около 40 мешков мусора. Проведя эстафету, мы учим, что долг каждого отдыхающего, будь то турист или отдыхающий, убираться за собой после отдыха. Через такие мероприятия мы приучаем к бережному отношению к родному краю и окружающей природе. 15 июля День Металлургов продолжился за Дастарханом в одном из ресторанов города. Генеральный директор ТО «Казахмыс Смелтинг» Женебек Байгабелов выступил с поздравительной речью и тепло поприветствовал коллектив. Далее Аким города Балхаша Сапар Сатаев вручил девяти работникам благодарственные письма от Акима области и города. Уважаемые ветераны металлургической отрасли, уважаемые металлурги, я сердечно поздравляю вас с тем сегодняшним знаменательным событием. Это День Металлурга. Поздравляю вас с Днем Металлургов, с вашим праздником, сложной профессией, но тем не менее благородной профессией. Поэтому желаю каждому дому добра, счастья, мира, процветания нашему городу, чтобы наш город в области Карагандинской был самый лучший. В праздничной атмосфере прошло награждение восьми работников структурных подразделений «Казахмыс Смелтинга». Работников наградили почетными грамотами председателя правления ТО «Казахмыс Холдинг», председателя правления ТО «Корпорация Казахмыс» и генерального директора ТО «Казахмыс Смелтинг». Эту приятную миссию выполнил первый руководитель предприятия Жанебек Байгабелов. Самым важным и значимым моментом праздника стало награждение восьми работников нагрудными знаками «Ембекданка» третьей, второй и первой степени. Церемонию награждения провел директор по производству ТО «Казахмыс Смелтинг» Марат Аубакиров. Этого знака удостоились плавильщик МПЦ БМЗ Саята Манбеков, начальник участка БВР МПЦ Валерий Тастамбеков, сушильщик СУ ЦПШ БМЗ Тургамбек Дуванбеков, начальник производственного отдела управления ТО «Казахмыс Смелтинг» Айдар Тусубеков, слесарь Кипия ЦАИС БМЗ Ерболат Шакиров, начальник СКЦ БМЗ Евгений Сивун, плавильщик ПУ МПЦ БМЗ Манат Сарбасов, плавильщик ДМЦ БМЗ Рашид Аманбеков. Очистильщику продукции УГПЦ БМЗ Сид Калисагалову отраслевой знак первой степени был вручен в городе Астана в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Рашид Ахметов и Сид Калисагалов стали полными кавалерами отраслевого знака Ембекданка.